Очень важный этап при этой работе это грунтование. Не экономьте на грунтовке, не покупайте дешевые материалы, потому что она является связующим звеном между стеной и декоративной штукатуркой. И в итоге, когда она у вас отвалится, вы больше потеряете денег, чем сэкономите сейчас. Входящие в декоративную штукатурку полимерные вещества делают ее влагостойкой. Это позволяет ее наносить и в ванной, и в туалете. Ванную мы оставили без изменений в кафеле, как по стандарту, а туалет все-таки сделали в декоративной штукатурке. Коридор в доме это самое проходимое место и самое уязвимое. Все, что появляется в нашем доме, шкафы, кровати, санки, велосипеды и так далее, это все проносится по коридору. Поэтому здесь покрытие должно быть крепким и устойчивым к каким-то механическим воздействиям. Обои с такой задачей не справятся, поэтому выбор пал на декоративную штукатурку. К тому же она скрывает небольшие дефекты стен, и это можно сэкономить на подготовке стены. И это еще одно очень большое преимущество перед обоями. Во всей квартире мы использовали только натуральные, экологически безопасные материалы. Паркет, двери и декоративная штукатурка. По статистике мы половину жизни проводим дома, поэтому вопрос безопасности очень важен. Если паркет и двери это дерево натуральное, то декоративная штукатурка имеет сертификаты гигиены, и поэтому это позволяет ее наносить даже в детских учреждениях. Это говорит о ее безопасности, а вопрос безопасности очень важен. Продолжение следует...